Друзья, приветствую! Чтобы спасти от затопления храмовые комплексы, некоторые из них были перенесены на новое место, в том числе и храм нубийского бога солнца на острове Новая Калапша, который мы сейчас и посмотрим. Близз города Асуан на острове Калапша расположен храм, посвященный нубийскому богу солнца Мандулису, так греки называли бога плодородия Марула, который отождествлялся с богом-соколом-гором и солнечным божеством Ра. Его культ был распространен в Южном Египте и в частности на острове Филе. Изначально храм находился на западном берегу реки Нил в Нубии, примерно в 50 километрах от Асуана. Возведение этого комплекса началось в период царствования фараона Менхотепа II и продолжалось при разных правителях и в разные времена, до раннего периода римского владычества. При Октавиане Августе строительство этого величественного сооружения было почти полностью завершено. Храм Калапша, построенный по типу храмов Нового Царства, сегодня считается одним из лучших примеров египетской архитектуры в Нубии. Когда христианство поглотил Египет, храм использовался как церковь. Название Калапша в большей степени относится к исходному месту расположения памятника, нежели к самому храму. Считается, что комплекс был местом исцеления, как Этфу или Дендера. Чтобы защитить от подъема уровня воды на озере Нассер, во время строительства Асуанской плотины храм перенесли на островок, расположенный около западного края высотной плотины. Кроме основного здания, на остров перенесли еще две постройки из ближайших от старой Калапши мест – пабильон Киртаси и скальные святилища Бейт-Аль-Вали. Процесс переноса, который финансировала Германия, занял более двух лет. Здание разобрали на 13 тысяч фрагментов и восстановили на новом месте в 60-х годах прошлого века. Фронтальная арка, найденная в процессе археологических работ, была передана в Берлинский музей в знак благодарности за помощь по переносу памятника мирового наследия в безопасное место. Храм Калапши оказывается то на мысу, то на острове, в зависимости от уровня воды. Между ним и плотиной расположено своего рода кладбище из разбитых лодок и останков судов, усиливающие производимое им впечатление заброшенности. А чтобы попасть на остров, недалеко от обелиска дружбы народов, нужно найти лодочника, который и доставит вас к памятнику. Сколько раз я здесь не был, других посетителей я не видел. Отсюда открывается шикарный вид на озеро Нассар и на огромные круизные лайнеры, которые дрейфуют в его водах. Чистейшая на вид вода изумрудного цвета. К слову, в Луксоре, около 200 километров от Суана, она уже очень темная, если не сказать, что черная и весьма загрязненная. В Гибель-Эль-Сильсилии, в 70 километрах отсюда, мы купались в еще чистых водах Великой реки. Прежде чем зайти в храм, пройдемся по территории комплекса и осмотрим три важных святилища. Павильон Киртаси – это руины здания греко-римской эпохи, которые кажутся грубой копией павильона Тарояна Ососарова Филы. Павильон Киртаси был перенесен на остров из другого древнего поселения в 40 километрах к югу от Осуана. Сооруженный при Рамсесе II, который оставил свои следы по всей Нубии, этот крестообразный вырезанный в скале комплекс близ храма Калапша известен под своим арабским именем Бейт-Аль-Вали, что значит «Дом праведника» и является древнейшим монументальным памятником, затопленный Нилом части Нубии. Пострадавшие рельефы, окружающие его узкий двор, изображают победы фараона над Нубийцами и Эфилопами-Левийцами и Азиатами. Комплекс был также посвящен богам Амон-Ура, Исиди, Хору и Элефантинской триаде. Дом Птаха был построен наместником Куша Сетао во времена правления Рамзеса II на западном берегу Нила, примерно в сотни километров к югу от Осуана. Храм частично врезан в скальный массив и повторяет структуру Абу-Симбела. На остров Новая Калапша перенесли только внешнюю часть святилища. Часть храма, вырубленная в скале, была оставлена на месте и затонула в водах Нила. На территории комплекса также находятся святилища бога благовоний Дедуна. Додинастические скальные рисунки. Толемейская часовня, стелы фараонов Сети I и Псометиха II. Теперь пришла очередь осмотреть главную достопримечательность этого острова. По мощенной каменной дороге мы подходим к главному пилону храма, который по неизвестным причинам расположен под небольшим углом к зданию. Проходим внутрь и попадаем в довольно широкий двор, где по трем сторонам расположена колоннада. По другую сторону двора находится гипостильный зал, который к настоящему времени лишен крыши, и фасад которого напоминает Дендерский храм. Слева от входа сохранилась композиция, которая представляет богов Хора и Тото окропляющими царя священными вводами. КОНЕЦ Храм Мандулиса не очень богат на изображение на внешних стенах, но стены трех священных помещений это компенсирует. Здесь изображены цари и боги, и не только Морол, но даже и Мхотеп, а также различные религиозные сцены. КОНЕЦ 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 Внутри пилона находится закрытая для посетителей лестница, ведущая на крышу. Отсюда открывается прекрасный вид на озеро Насар и высотную плотину поверх храмового двора. Как и во многих египетских храмах, между основным зданием и окружающей его стеной есть проходы, по которым его можно обойти. На южной стороне находится неплохо сохранившийся ниломер. ПТОЛЕМЕЯ На внутренней стене мы видим изображение бога Мандулиса и Птолемея IX. Это место еще примечательно тем, что видна разница между двумя стадиями обработки. Такими, грубо отесанными, блоки поступают из карьеров. ПТОЛЕМЕЦ ПТОЛЕМЕЦ Еще раз насладимся видами озера Насар, величественными руинами древнеегипетского храма, а потом сядем на лодку и отправимся... Нет, пока еще не в отель, а посмотрим на памятник дружбы народов. Монумент советско-египетской дружбы расположен на западном берегу реки рядом со Суанской верхней дамбой и напротив острова Калапша. Монумент был построен в знак благодарности СССР за помощь, оказанную при строительстве плотины. Башня в виде лотоса возвышается на высоту 70 метров и наверху есть обзорная площадка, но в этот раз она была закрыта. А может быть, когда сторонник бетонной гипотезы и заговорческих версий о фальсификации древнего Египта рассказывал о том, как незавершенный гранитный обелиск недоделали советские инженеры в прошлом веке, просто перепутал его с монументом дружбы народов. Так он, если что, завершен, а времена, когда трудились над гранитными обелисками, уже канули во тьму древности. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал и погружайтесь в мир древнего Египта с моей музыкой. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Диматр Продолжение следует... Продолжение следует...